Добрый день дорогие друзья, вы на телеканале ЭТОН ТВ, программа тема дня, меня зовут Александр Вальдман. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего телефонного разговора с президентом США Джо Байденом пригласил того срочно прибыть в Киев и посмотреть как Россия будет вторгаться на Украину. О том какова доля шутки в этой шутке, как пытаются представить некоторые слова Зеленского, нам поможет разобраться известный донецкий публицист, блогер Рамиль Замдыханов. Рамиль, рад приветствовать, добрый день. Взаимно здравствуйте. Добрый день. Рамиль Байден ранее назвал конкретную дату вторжения российских войск на Украину, 16 февраля. В американской разведке эту дату опровергли, не подтвердили. Потом были новые публикации, а новые даты назвали очень красивую 22.02.22. Вы на своей странице в фейсбуке разместили огромный пост, вернее по размеру и написали там, до последнего не верю ни в какую войну. Что заставляет вас думать и верить именно в это? Ну, вы знаете, Байден своим пророчеством мне почему-то напоминает домработницу Фейна Раневской, кажется, о которой известная актриса отзывалась в своих мемуарах, когда она, уходя на улицу, сказала, да, чтоб не забыть, послезавтра конец света. Вот тут что-то такое. Вот, на самом деле, мне кажется, что это пророчество совершенно вот пальцем в небо. Ну, потому что, знаете, мы тут, если вообще так вспоминать, так сказать, классиков жанра начала прошлого века, мы тут отчасти напоминаем известного старика Рамуальдыча, который мог, так сказать, ощутить в запреле-зиме или не в запреле-зиме, 8 лет пребывания в такой ситуации. Они научили, не знаю, каким-то спинным мозгом чувствовать, будет война либо нет. Разумеется, это не научный факт, его к делу не пришьёшь, но, честно сказать, вот это вот гадание на датах, 22-го, 16-го, послезавтра и так далее, это всё какое-то настолько вымученное. И вообще, я об этом говорил, ещё раз скажу, война начинается сразу. Вот она не начинается в красивую дату, её невозможно вот настолько вот предугадать и предсказать. Вот эта вот сцена, когда брюки превращаются, превращаются в брюки, она изрядно затянулась и, по всей видимости, не будет тут ни элегантным шортом, ни войне какой-то, ики, слава богу, называется, но не будет. Вот, по моим ощущениям, уж слишком затянулась эта фаза запугивания. Хотя, конечно, мировая история, штука такая интересная, и прецеденты она описывает совершенно различные. Я на 100% не поручусь, руку на отсечение не дам, но, по моим ощущениям, нет, не будет, вот-вот не будет. Будет всё, что угодно, только не война, но это и хорошо. Рамиль, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в дело недавно собирал пресс-конференцию для местных иностранных журналистов, и он там заявил, что Украина готовится к наступательным действиям. Известно ли, сколько иностранных журналистов вообще в настоящее время находится в Донецке или в Луганске, и, может быть, руководству ДНР и ЛНР следовало бы тоже, как и Зеленский, пригласить Байдена именно к себе в Донецк, в Луганск, и посмотреть, что происходит на самом деле? Ну, вы знаете, я не работаю в Министерстве информации ДНР, не занимаюсь аккредитацией съемочных групп, но знаю, что их здесь довольно много, особенно по сравнению с прошлым периодом, когда их лиц не было вовсе. Ну, и по моим сведениям, не было, потому что им не выдавалась аккредитация. Вот спроси меня, я скажу, что это не очень хорошо. Вообще, говорит, этот режим какой-то непонятной закрытости, который практиковал ДНР по отношению к иностранным съемочным группам, мне кажется, объективно вредил имиджу и статусу республики, потому что когда нет какой-то второй, третий с точки зрения, пусть даже тенденциозно и где-то выхватывающие только недостатки, а не положительный фактор, неважно, пусть она будет, в конце концов, чем больше точек зрения, тем лучше на то и на современное информационное пространство. Так вот, сейчас этот режим, он, к счастью, преодолен. Ну, я точно знаю о том, что, ну, как минимум, 3-4 съемочные группы здесь есть на территории, полагаю, что их гораздо больше, по крайней мере, со съемочной группой «Аль-Жазиры». Я лично встречался, препровождал их там и в нашу Донецкую мечать, они там делали какие-то свои съемки. Знаю о группе французского телеканала «Франц-2», которая тоже снимает объекты, снимала объекты промышленные на территории ДНР. То есть их достаточно много, и вот они сейчас здесь, на территории республики, и, наверное, могут в случае чего показать, как начнется или не начнется война. А что же касается приглашения высокопоставленных политиков, о которых вы говорите, ну, в качестве, конечно, определенного троллинга это можно порекомендовать, хотя я большой противник, вообще говоря, такого, я это называю, такой околопоитической КВН, когда даже самые высокопоставленные лица шутят, троллят, строят какие-то шутки, анекдоты. Ну, ситуация слишком серьезная, слушайте, ребята, вот сядьте, поговорите по-нормальному, все-таки человеческие жизни на кону, мы соревнуемся в островами, наверное, это не очень правильно, вот сейчас, здесь и сейчас. Вот когда рассосется, что называется, наверное, тогда можно и пошутить, на ситуации, в которой мы переживали. Рамиль, но тем не менее, постоянно появляются публикации, буквально перед нашим эфиром, я смотрел, представители, наблюдатели ОБСЕ от Соединенных Штатов, от Великобритании покинули территорию Донбасса. Это определенный сигнал, из этого тоже следует, может быть, какие-то выводы делать? Да, действительно, покинули, но, разумеется, сигнал, и каждый волен его трактовать как угодно. Я все-таки считаю его элементом информационной войны, вот что-то вроде такого, знаете, искусственного положения вне игры, вот когда вся команда там в футболе бежит в определенную сторону, и мяч оказывается в положении вне игры. Вот сейчас, покидая территорию, наблюдатели США и Великобритании, но еще раз своим жестом демонстрируют, что да, ситуация, она мигрирует, движется в сторону все большей эскалации, действительно, вот опасность, до такой степени опасность, что покидают территорию даже наблюдатели. Но я бы это не трактовал как определенный сигнал, но вот совершенный сигнал начала боевых действий. Возможно, я какой-то слишком убежденный оптимист, и через какое-то время, если мы поговорим, если мы поговорим, мы спросим, ну что ж ты был столь беспечен. Ну, все-таки вот та картина мира, которая складывается в моей голове, она говорит о том, что все это пока что, это все-таки не подготовка к войне. Я опираюсь на опыт 2014 года, повторюсь, вот тогда вот такой, что ли, особой подготовки к боевым действиям, кажется, никто не ощущал. И вообще, и начало войны, и главные перемены в этой войне совершенно были неожиданны, по крайней мере, для наблюдателя моего уровня. Они происходили вдруг, вероятно, какие-то там лица, занимающиеся серьезной спутниковой разведкой, не та, которая потом утекает в средства массовой информации, а та, которая ложится на стол первым лицам государства. Возможно, они знают больше, но молчат. Но, по крайней мере, на ощущениях обывателя, по ощущениям обывателя, это пока что все-таки игра, это в определенной степени блеф, это повышение ставок, это психологическое давление, все что угодно, но не подготовка к реальной войне. Рамиль, еще об ОБСЕ тоже свежая, совершенная информация. Министр иностранных дел Германии Анна Лена Бербок заявила, что недопустимо наблюдателям ОБСЕ покидать Донбасс именно в это время. Каковы шансы на то, что ее обвинят в продонбасской или пророссийской позиции, где-нибудь там в Великобритании или в США? Тем более, в день, когда мы с вами говорим, начался визит канцлера Германии, господина Шольца в Киев, он сейчас встречается с Зеленским. Опять же, каковы шансы на успех какой-то его миссии? Ну, полагаю, что вероятность того, что обвинят довольно высока. Как, к сожалению, вот уровень толерантности, а вообще толерантность такая священная корова либеральной модели как таковой, и я бы, может быть, обеими руками за, так вот уровень толерантности в эти минуты и в эти дни, которые мы переживаем, он, к сожалению, по обе стороны снизился просто до нуля. И известная максима, кто не с нами, кто против нас, она торжествует сейчас в информационном пространстве. По обе стороны нужно заметить, не быть объективным, так и там. И поэтому все, что не ложится вот в некую такую официальную конво, официальную парадигму, официальный там нарратив, как угодно, все может быть истолковано, как вот человек с другой стороны отрабатывает там какой-то гонорар и продвигает там чуждые нам идеи. Вполне возможно, что обвинят, хотя мысль высказанная есть совершенно здравая. Я в одной из наших прошлых передач, отвечая на ваш вопрос, говорил, что да, наблюдатели ОБСЕ, безусловно, они малоэффективны и все это время вызывали глухое раздражение у местного населения, потому что слишком многого не замечали, слишком обтекаемы были их формулировки относительно стороны, откуда наносились обстрелы, указывалось там азимут и какие-то другие направления, но никакой конкретики, а там уж можно было самим догадаться, имеет ли в виду наблюдатели ОБСЕ украинскую сторону, либо не имеет. Вот они ограничиваются такими обтекаемыми формулировками. Но тем не менее их присутствие, позволю надеяться, оно сдерживало вообще говоря, хотя бы от того, чтобы наносить совсем уж такие явные удары по мирным объектам, по мирному населению. То, с чем боролись в 2014-2015 годах, вот с этим явлением, и в конце концов в большей степени победили. Так вот сейчас, разумеется, отсутствие наблюдателей, оно может создать некую такую что ли ауру безнаказанности и такой праздник непослушания особенно. Мы же знаем, что вообще говоря, военные любят пострелять, особенно украинские, так что можем ожидать какого-то обострения, либо случайных выстрелов. Но по всей видимости, все-таки не сейчас. Вот сейчас любой случайный выстрел с последствиями такими серьезными, он может просто стать тем триггером, который всю вот эту вот махину вооружения, которая сейчас нависает на ситуации по обе стороны, вот выбит этот какой-то предохранительный упор, на котором это все держится и все покатится вниз. Так что тут все сложно вообще говоря. Рамиль, мы каждый день видим, как, по крайней мере, я вижу это на Евроньюз, постоянно звучат сообщения о том, что в Киев прибывают и прибывают новые самолеты с различными видами вооружений, тем более современными, высокотехнологичными. И то, что я читаю, прежде всего в российской прессе, меня несколько удивляет. Я хотел привести две цитаты и спросить вас, насколько высказываемые в России мнения звучат успокоительно для жителей Донбасса. Я приведу эти цитаты. Первая. Любая предполагаемая военная операция Украины в Донбассе заранее выглядит неоправданной авантюрой, последствия которой могут оказаться весьма и весьма плачевными. И вторая цитата. На Украине до сих пор не функционирует ни один патронный завод, единственное находящееся на территории страны предприятие, было потеряно в начале войны, оно располагалось в Луганске. Это касается и производства боеприпасов для артиллерии, авиации и флота. Иными словами, военно-промышленный комплекс Украины находится в удручающем виде. Обеспечить армию за счет собственных сил страна не в состоянии. Это вас успокаивает? Ну, я бы, знаете, разбил бы ваш вопрос на две части. Во-первых, о перспективах военного противостояния Украины и России. Особенно на фоне того, что все западные страны сказали, что они окажут всемирную поддержку вооружениями и чем-то еще, но ввязываться напрямую в конфликт не станут. Так вот, в случае такого сценария, разумеется, шансы Украины примерно такие, как если бы я вышел на какой-то боксерский поединок против чемпиона какой-нибудь там, да что там чемпиона, просто против мастера спорта по боксу, при всей моей любви к себе я точно знаю, что больше чем секунд 10-15-20 я не продержусь. Вот примерно такой же сценарий ждет Украину, как бы не надували щеки украинские патриоты, говоря о том, что вот сейчас укрепленные, так сказать, поступающими вооружениями, укрепленные, так сказать, поддержкой западных стран в своей правоте и воодушевленные своим умением там 8 лет стоять противостояния, против огромного агрессора, они возьмут и победят. Не победят, и все это знают прекрасно, и на Украине в том числе, но не зря же борты с высокопоставленными и обеспеченными украинскими гражданами благополучно улетают из Украины на ту часть Европы, которая не ввяжется в бой, о чем она уже с благовремя досказала. Вот, так это первая часть вопроса, она успокаивает ли это меня? Нет, не успокаивает, потому что, ну, ума или дури, что называется, я извиняюсь за белье, на встрече хватит, действительно для того, чтобы, ну, вдруг вот с этим высокоточным, высокоэффективным и прочим вооружением развязать короткий конфликт на территории, ну, а вдруг Донбасс, ну, наверное, Донбасс все-таки такая одна из наиболее вероятных территорий, где может возникнуть противостояние между, ну, скажем, Украиной и республиками, а затем участие России, которой не выдерживают нервы смотреть, как Украина издевается над самопровозглашенными государствами, она все-таки решается им помогать, так сказать, в полную мощь своей армии, которая вот сейчас проводит маневры недалеко от границ там республик Донецкой и Луганской. Так вот, все-таки этот конфликт, он все равно будет для Донбасса, ну, довольно травмирующим, я вот тщательно выбираю слово, потому что Донбасс, вообще говоря, люди, которые здесь были, знают, по большому счету, Донбасс это такая одна большая городская агломерация, очень индустриализированная, напичканная разными производственными, в том числе и опасными, и интенсивно военный конфликт неизбежно придет и к разрушению промышленности здесь, и к заражению территории, потому что это все очень неэкологично, если тяжелый боеприпас попадает по какому-то химическому производству, да по какому угодно. Вот, так что успокаивает мало, я бы не хотел, чтобы стороны брались за оружие и вступали в открытый конфликт, вообще говоря, говорил и даже сейчас повторю, что решение этого конфликта должно лежать исключительно в политической плоскости, и оно и будет найдено там, вот, может быть, я какой-то совершенно такой, что называется, такой близорукий оптимист, и который говорит то, что хочет, а не то, что есть на самом деле, как угодно, пусть меня трактуют, но я считаю, что только политическое решение, военное решение ни к чему хорошему не приведет, никогда не приводит. Рамиль, еще вопрос, сегодня стало, в день, когда мы записываем эту программу, стало известно, что комитет Госдумы Российской Федерации по делам СНГ поддержал два варианта постановления об обращении к президенту России Путину признать Донецкую и Луганскую народные республики. Скажите, пожалуйста, вот глядя из Донецка, стоит ли эту информацию расценивать как тот же самый элемент информационной войны, только в данном случае России против Запада, или все же надо рассматривать как реальную возможность обезопасить Донецкую и Луганскую республики, вот намерение Киева решить проблему военным путем? Ну, объективно, вот на этом этапе, поскольку есть только решение комитета Госдумы, пока что, ну, по крайней мере, де-факто это является все-таки элементом повышения ставки, вот той самой идеологической какой-то, не знаю, борьбы двух сторон, когда кто-то поставляет оружие, а кто-то, так сказать, увеличивает статус документов государственных, дипломатических, которые создаются относительно существующего конфликта, и вот сейчас, что называется, кто-то сравнивал, не я, кто-то сравнивал в интернете эту ситуацию с такой лобовой атакой, когда два истребителя летят друг другу в лоб и проиграет тот, у кого не выдержит нервы, который первый подставит брюхо по противнику, так сказать, сопернику. Вот, и сейчас, сейчас повышаются ставки, и на этом этапе действительно это выглядит, повторюсь, как элемент той самой такой пока еще политической борьбы. Но с другой стороны, я вот о чем думаю, ну, 8 лет населения Донбасса, народ Донбасса, люди Донбасса, вообще говоря, используется как вот некий такой, что ли, актив вот в подобного рода противостояниях, и я надеюсь, что, ну, 8 лет достаточно срок для того, чтобы не просто здесь осуществлять какую-то геополитическую и, вероятно, очень нужную для большой страны игру, но и посмотреть на тех людей, которые совершенно искренне, совершенно искренне смотрят в сторону России и видят в ней и союзника, и защитника, и родную страну, и все, что угодно, и действительно признать, ну, вообще говоря, общее желание, все-таки тут не признание независимым государством, а признание субъектом, наиболее распространенное, я так скажу, желание стать субъектом Российской Федерации, но даже признание ЛНР и ДНР как независимых субъектов, оно будет весьма полезно, потому что, по всей видимости, за подобным признанием, если такое случится, будут совершенно официальные гарантии безопасности этим территориям. Я, мне хочется на это надеяться, во всяком случае, и тогда уж какие бы то ни было обстрелы, которые были вот здесь, да, вот до вот этой вот ситуации, они уж точно станут невозможными. Я повторю свою давнюю мысль о том, что, вообще говоря, остывание военной составляющей этого конфликта, это должно быть первой и такой обязательной фазой урегулирования всего конфликта в целом. Когда отсюда уйдет военная составляющая, полностью уйдет, когда обе стороны смирятся с каким-то статус-кво здесь существующим, после этого могут быть спокойные политические переговоры, на которых, методом, не знаю, там, уступок и компромиссов, взаимных каких-то договоренностей, в конце концов будет выработано некое взаимоприемлемое решение существующего конфликта. Так что, если это не дипломатическая игра, возвращаясь к вашему вопросу о решении комитета Госдумы, а это вот уже дан старт процессу, который закончится признанием, ну, это очень хорошо, я считаю. Рамиль, и последний вопрос у украинского политолога Даниила Богатырева, я на днях прочитал любопытную мысль, он пишет, полагаю разговоры о том, что США, Франция, Германия, нужное подчеркнуть, заставят власти Украины выполнять минские соглашения, это явная попытка выдавать желаемое за действительное. Она не учитывает того факта, что для постмайданного режима война на Донбассе один из столпов его идеологии. Если бы ее не было, Турчиновым, Порошенко, Зеленским следовало бы ее придумать, поскольку ничто не способно обосновывать в глазах электората оголтело прозападный и антироссийский курс на фоне катастрофического социально-экономического ущерба от такого курса лучше, чем периодические сводки о погибших с линии соприкосновения. Конец цитаты. Вопрос у меня, даже два вопроса, наверное, к вам. Насколько, во-первых, вам близка подобного рода оценка ситуации и можно ли сказанного сделать вывод, что в контексте безуспешных переговоров между советниками президента в Берлине, норватского формата, я имею в виду, Зеленский от намерения решить проблему Донбасса военным путем все же не откажется. Может быть, не 16-го, не 22-го, а в какой-то перспективе. Тем более разговоров о том, что готовится некий десант, который отсечет Донбасс от российской границы и прочее, прочее. Таких публикаций очень много. Ну, во-первых, в целом, я, разумеется, соглашусь с точки зрения политлога, который вы процитировали, потому что действительно, вот мне люди сообщают, с украинской территории цены выросли на некоторые продукты в полтора раза. В целом, инфляция совершенно сумасшедшая, все дорожает на глазах, об этом не говорят в прессе, потому что в прессе принято говорить о том, что вот война на пороге, еще чуть-чуть, 16-е число, 17-е, 18-е, 19-е, ну, просто гляди на календарь и отмечай все приближающиеся, так сказать, даты и указывай на какую-то из них, говорят, что вот сейчас уж точно. Другое дело, что я бы не усаживал в одну лодку интереса Соединенных Штатов Германии и Франции. Пусть Германия и ослабела с уходом Ангела Меркель и сейчас с Шольцем они все-таки перестали быть первой скрипкой, вообще говоря, в таком международном политическом оркестре, но все-таки Германия – это Германия, вот, и у нее есть свои интересы, у США точно свои интересы в этой истории, не совпадающие ни с интересами России, ни с интересами Германии и Франции, это наверняка, и поэтому, и вообще известный факт, что именно Соединенные Штаты Америки манипулируют нынешним украинским режимом, который, так сказать, расшаркивается и делает извиняющиеся мину перед своими другими европейскими партнерами, имея в виду Германию и Францию. Ну, вот такая, как и достаточно досмысленная ситуация. Но то, что такая вот все никак не начинающаяся война или такой, что ли, велотекущий конфликт на Востоке, крайне нужен и необходим украинскому режиму, об этом говорится, наверное, с 2014 года, потому что на это можно, вот как на пожар, там, и в какой-нибудь такой заходовой фирме можно списать все, что угодно, и на военный бюджет, который можно разворовывать совершенно безнаказанно, а что делал еще Петр Алексеевич, и после него Зеленский продолжил не менее эффективно. И все они урядятся в стороне, можно затыкать рот неугодным, как сейчас закрываются телеканалы на Украине, под эгидой того, что вы же работаете на нашего потенциального противника, до какого потенциального, настоящего, реального. И поэтому СНБО закрывает без всякого решения судов под одобрение, так сказать, общественности, вот такая борьба за свободу слова на Украине. Ничего плохого, кроме хорошего, украинскому эстаблишменту вообще конфликт на Востоке Украины не приносит и обогащение, и определенную стабильность. Да, они играют в опасную игру, действительно, потому что они ходят как канатоходцы по тонкому проводу между тем, чтобы пройти с одного края пропасти на другой, и при этом не скатиться, не свалиться в пучину войны. Но всякая такая проходка приносит им очень хорошие бараши, так что они готовы ходить и рисковать, но возвращаться с набитыми карманами тут ничего не поделаешь, и, так сказать, желание обогатиться, оно побеждает в данном случае страх. А что же касается, развернет ли Зеленский войну против России вот просто по своей воле, ну, я думаю, нет. Нет, он не против России, он хочет, как пишут, хочет отсечь границу ДНР-ЛНР от российской границы, и тогда там, как бы, если Россия вторгается, то... Я вот что скажу, что любое военное решение этого конфликта, причем вот такое, что называется, наглое беспардонное, которое военным путем попытается ликвидировать независимость Донецка и Луганска, в России общественностью, общественным мнением будет 100% воспринято как поражение России, как поражение правящего класса, как личное поражение Владимира Путина. Никто не, наверное, на это в России не пойдет, вот 100%. На военное поражение в Донецка и Луганска в бою с Украиной, в противостоянии с Украиной Россия не пойдет. Она в определенной степени грант с Минских соглашений, и она будет выполнять. Вот. И Зеленский это понимает. Он похож на мелкого жулика, на самоубийцу не похож. Вот. Поэтому я сомневаюсь. Он может запугивать этим решением, но если на него действительно решится, это значит, он просто, знаете, как в таком фантастическом фильме есть на космических кораблях кнопка, которая включает в фильме «Чужие», кажется. И космический корабль начинает самоликвидироваться через определенное время. Вот это его операция и будет этим ритуальным нажатием кнопки, которая просто запустит процесс, после которого Украина перестанет существовать. из кухожицы до размера, или какой-нибудь Львовской или Львовской области. Вот. Если так, то да. Рамиль, спасибо огромное за это откровенное интервью. Спасибо. Всего самого доброго. Главное, мира в вашей земле. Мира всем нам. И до новых встреч. Спасибо. Спасибо вам. Всего доброго. Будьте здоровы. До свидания. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Всего самого доброго. Будьте здоровы. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»